Илита Артсплюй Продакшн представляет Разработка сейчас идет полным ходом Еще раз говорю, мое мнение просто великолепное Есть какие-то там маленькие баги, недоработки, но разработка идет Так вот, ссылка будет в описании данного видео Мод Скиндота Переходим, вот мы видим, скачать Сейчас я скачаю, вам все покажу Все будет идеально Когда нажали на ссылку, вот появляется здесь такая надпись Надо ждать 5 секунд Все, нажимаете, скачиваете Когда вы скачали программу, вы ее, само собой, распаковываете Я думаю, вы умеете распаковывать Вы же умные Распаковали, запускаем Запускаем программу Все очень просто А, давайте быстренько разберемся Пока она только на английском языке, но я думаю, он сделает ее потом на русском Почему бы и нет Может быть, даже я помогу ему перевести ее На данный момент здесь можно ставить только сеты То есть, варды, потом музыка, там, интерфейс Это будет чуть позже, но это будет Я его спрашивал, другие его спрашивали Это все будет уже в ближайших обновлениях Может быть, даже в версии третьей будет Сейчас 2.6.5, он вроде подготавливает версию третью Пока что сеты Давайте разберемся На этой закладке мы видим сеты и предметы Здесь не просто сеты и самой доты То есть, есть это, также есть и дополнительные какие-то любительские сеты Например, вот зайдем в виспа, посмотрим, да Это я уже поставил То есть, можно сделать такого виспа си, с такой цепью на шее Можно такого виспа Он прям такой и будет Вот именно такой висп и будет в игре А, давайте поставим сейчас быстренько мод Например, на Энигму я поставлю на ручьи Мне очень нравятся данные на ручьи на него Просто выбираем любой item или set или item выбираем Вот тоже, как я понимаю, это пользовательский мод То есть, это не стандартный, не из самой доты И нажимаем кнопочку здесь справа Мод дота Здесь спрашивают Нужно ли перейти на сайт, чтобы прочитать там детали Просто нажимаем нет То есть, вы можете нажать да Просто откроется ссылка и там будет описание данного мода То есть, эти на ручьи на Энигму, как их ставить Там будут видосы и бла-бла-бла Запомните, что все эти моды, да Они скачиваются из интернета То есть, когда вы скачиваете программу Она весит немного, там, мегабайт 6 или 7 То есть, всех этих модов прям Там, сколько тысяча сетов Их нету сразу в программе Она потом скачивает постепенно из интернета Все Все Мы все сделали Одно нажатие и мод установлен Ничего с дотой делать не надо Давайте проверим Я запускаю такой тестовый аккаунт Он чистый, на нем предметов вообще нет И по идее, у нас здесь должна быть Энигма с наручами Так, я сейчас уберу старое лобби Окей, пробуем Создаем лобби Создать лобби, поехали Отлично, создали лобби Уже можно увидеть виспа Вот он, видите, у него иконка изменена То есть, я на него сет ставил Давайте глянем все же Энигма Где у нас Энигма? Вот он, Энигма Вот мы, смотрите, уже видно, да? Энигма, что у него изменены скиллы Нажимаем на Энигму И вот наши наручи То есть, предметов у меня нету Именно наручи стоят через программу эту И все работает просто идеально Так, сейчас я сделаю стандартные действия для моего лобби Давайте затестим Вот так вот Вот тот самый Энигма Все прекрасно работает, вы видите И все это мы поставили за одно нажатие То есть, изменены наши скиллы Есть наручи на самой модельке И работает ультимейт То есть, анимация вся работает Так, я надеюсь, не сильно было громко Сейчас быстренько проверю звук Нормально То есть, вот вы видите Все прекрасно просто работает Я даже подумал, реально А можешь понаставить все эти моды, да? И потом пилить там фишки доты Почему бы и нет? Чтобы реально было просто красиво Вот просто было, чтобы красиво Смотрите, какая красота Это все на халяву А мне нужно покупать эти наручи Зачем? Вы можете просто нажать на эту кнопочку И вот это все будет Все, это я вам показал Давайте мы сейчас Еще быстренько рассмотрим программу Бегло Так, чтобы вернуться обратно в список Нажимаете Back Здесь есть кнопочка Report Error То есть, сообщить про ошибку И посмотреть детали Нажимаете обратно И мы возвращаемся в начальный список Также здесь есть кнопка Clear Data Но если у вас что-то будет, не будет там работать Будут какие-то проблемы Нажимаете на нее Но у меня такого еще не было У меня проблем еще с этим не было Также здесь сразу уже есть две карты То есть, я говорю, это все будет добавляться постепенно Я вам потом покажу Как там на Facebook идет активность и так далее Вот мы видим То есть, нажимаете Desert Нажимаете Mod Map Все, у вас будет пустынная карта Ну или зимняя карта То же самое Здесь у нас ссылка на саму страницу Потом Как использовать данную программу Ну я, в принципе, снимаю данное видео Вам поэтому можно не смотреть Но здесь описание идет Здесь тоже есть видео Как использовать программу Вот оно, видео Дальше Самое важное Если у вас какая-то будет проблема А проблема всегда у кого-то есть То есть, у всех знания компьютера абсолютно разные Нажимаете на данную ссылку Вот Ответы на частые вопросы Здесь есть все ответы Как открыть папку с игрой Кому нужно будет Здесь английского языка Его немного То есть, он элементарный Даже человек, который плохо разбирается Он все поймет А для чего нужна кнопка Clear Data Очистить данные и так далее Как удалить все моды Все довольно просто Переходите в Steam Находите Dota Заходите в свойства И проверку кэша Насколько я знаю Все изменения Они вносятся в один файл Вы можете тупо сохранить файл И обратно его вернуть Или сделать через проверку кэша То есть Ну, убрать все моды И вернуть все обратно Очень просто Опять одно нажатие на кнопку Проверка кэша И самый главный вопрос Возможно ли получить бан За использование модов Ответ нет Вас не могут забанить Потому что вы Не нарушаете политику Вальвы Все эти моды Они ставятся локально У вас И только вы видите изменения То есть Это никак не влияет на экономику И за это Банить никогда не будут Возможно Вальвы там будут Выпускать обновления Чтобы там Ну, чтобы программы Переставали работать Но потом будет выходить Обновление программы И все будет опять работать Как-то так То есть Именно банить за это Никогда не будет Что делать Если у вас такая ошибка будет Типа Завершена работа Вот написано Как исправить эту ошибку То есть Нужно скачать себе Framework Ну и опять видео Как использовать данную программу Все довольно просто Так это я вам все показал Ну и контакты Да, да Контакты Обязательно Запомните Напомню, что Разработка программы Идет полным ходом Поэтому участвуйте в этом Все сообщения Можете отсылать По данной ссылке Ну или сюда Вот нажав На контакты Просто пишите Своё имя Почту И сообщение Пишите сообщение Да, выбирайте тип Типа баг Если вас Если вы нашли Какой-то баг В программе Обязательно пишите Об этом разработчику Чтобы это исправлялось А это будет исправляться То есть Никто здесь Ничего не будет Игнорировать Пишите про баг Какие-то вопросы И так далее Ну что ж Сайт я вам показал Здесь тоже Идет описание Всех модов Еще хотел показать Да Facebook Страница Данной программы Данного мода Кстати Также есть Страница Еще и Вконтакте Про данный сайт Но там Страница Она создана Не данная Там она Бессмысленная Он просто копирует Отсюда все ссылки И вставляет В ту страницу Поэтому лучше Смотреть его На фейсбуке Так вот Бывают проекты Где у них Есть страница В фейсбуке И они там Публикуют сообщения Например Раз в неделю Раз в месяц Это мне реально бесит А здесь парень Который занимается Программом Который мой знакомый Он постоянно Публикует сообщения То есть Здесь постоянно Идет активность Вот можно проверить 22 часа назад Потом 28 февраля 28 февраля 28 февраля 27 То есть Постоянно идет активность И работа над программой Он публикует Все изменения Ближайшие обновления Ну Всякие мемы Публикует И тому подобное То есть Если у вас есть Страница в фейсбуке Да На фейсбуке Вы можете пообщаться С разработчиком Он отвечает На все вопросы Например Парень спрашивает Как использовать Интерфейс И курьера В программе Он говорит Что это будет В ближайших Обновлениях Поэтому Ожидайте Вот так вот Ну В принципе Все Я вам все показал Все прекрасно работает Если у вас будут Какие-то проблемы Какие-то вопросы Пишите мне Вконтакте Все ссылки Будут в описании Данного видео На ютубе Описание раскрывается То есть Там не три строки Там много Будет строк Много ссылок Поэтому читайте Внимательно Всем спасибо За просмотр Не забудьте Рассказать своим друзьям Давайте сделаем Доту Красивой Просто красиво Я буду снимать Ближайшие фишки И поставлю Очень красивые моды Чтобы герои И дота Выглядело Просто прекрасно Ближайшие фишки